Привет! Это тарелка, а это апельсин, многообещающий, не так ли? Фрукт, судя по всему, не вареный, поэтому давайте-ка разрежем его пополам и сделаем несколько наблюдений, считая наш заводной апельсин шарообразным. Если предыдущий ролик помог вам освоиться с логарифмической линейкой, молодцы, как раз здесь она вам не понадобится. Наш диаметр приблизительно 8 сантиметров, мы для удобства возьмем ровно 8, и так пишу, диаметр 8 сантиметров. Толщина кожуры, на вскидку 1 сантиметр, может быть чуть-чуть поменьше, но не хочу усложнять вам вычисления, а вычислить нужно будет вот что. Как соотносится объем съедобной части апельсина к объему кожуры? Как всегда, кликните паузу, решите эту задачку сами, предварительно для интереса дайте себе интуитивный ответ. Во сколько раз съедобного больше, ну скажем, в 8 раз в 4 или может быть в 2? Если вы уже подумали, то смотрите дальше. Радиус нашего заводного апельсина вдвое меньше диаметра, то есть 4 сантиметра. Толщина шкурки все еще сантиметровая. Давайте с учетом этого сделаем рисунок. Две концентрические окружности с центром в точке O, от заморского слова orange. Если AB равен единице, а это правда, то радиус OA равен 3. Наша цель — найти соотношение объема съедобной части апельсина к несъедобной его части. Мы будем считать шкурку апельсина несъедобной, если что. Воспользуемся известной формулой объема шара. Искомое соотношение можно было бы найти в одну строчку, но давайте все выпишем в явном виде. Вот, скажем, объем вкусной, сочной части апельсина. Чему он равен? Ни много ни мало. 36π. Это, кстати, сантиметры кубические. Объем кожуры. Мы найдем как разность объемов всего апельсинчика и его съедобной части. Давайте-ка я запишу это все подробно, чтобы вы не подумали, что я мухлюю. А я, между прочим, совсем-таки не мухлюю. Я вам точный расчет показываю. Для удобства вынесем 4 3 пи за скобки и получим 49,1 3 пи сантиметров кубических. То есть, внимание, объем кожуры оказался больше объема съедобной части, при том существенно. Ну как такое может быть? Все дело в том, что объем возрастает кубически, формулу видите? Так что маленькая единичка, прибавленная к радиусу, играет очень даже большую роль. Порядка ради, давайте найдем искомое соотношение. Так, 27 к 37. Выглядит симпатично, подумайте над этим на досуге, а я пойду есть апельсин. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо! ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...